Пам-пам-пам! И, ребята, всем привет! С вами снова я, Вика, и вы на моём канале! И сегодня снимаю видео на тему 10 самых полезных приложений на моём телефоне. И, кстати, хочу вам сразу сказать, что это не будет топ-10 приложений, то есть от самого лучшего к приложению похуже, а это будет просто, так скажем, рассказ для вас о 10 полезных приложениях. Ну что ж, поехали! И, кстати, если, возможно, кому-то интересно, то у меня телефон iPhone 6 Plus, вот такой вот, золотистого цвета, он безумно-безумно классный. И да, я сейчас не хвастаюсь, а просто вам рассказываю о модели моего телефона, да. И, ребята, кстати, сразу хочу вас тоже предупредить, что если вы найдёте какое-то приложение в Google Play, если вдруг у вас телефон Android, то я как бы ни при чём, ни при делах, потому что иногда те приложения, которые есть в App Store, их нет в Google Play или наоборот. Ну что ж, не будем оттягивать, погнали! Итак, первая четвёрка приложений, они будут связаны со здоровьем и с вообще жизнью, так скажем. Первое приложение, оно называется Payser. Это приложение, которое считает не только количество пройденных вами шагов, но и калории, активное время, километраж при ходьбе. Мне кажется, это очень клёво, но, ребятки, главное, чтобы ваш телефон был всегда с вами. То есть, если вы будете где-то гулять, и телефон будет лежать дома, то, естественно, он ничего не посчитает. Ну, также вы можете скачать обычный шагомер, но когда есть приложение, которое ещё и калории считает, по-моему, это вдвойне круто. Следующее приложение, это приложение RunTastic. RunTastic это как фан-тастик, но Run это бег, бежать, поэтому и RunTastic. Ну, на самом деле, это приложение больше пригодится людям, которые бегают на улице, нежели в помещении. Это приложение считает калории, дистанцию и даже средний темп. И также в приложении встроена карта, на которой будет отмечен ваш путь. Итак, название следующего, а то есть третьего приложения, Велтери. Вложив палец к камере, вы можете измерить ваш пульс, узнать работоспособность и ещё много чего. Следующее, четвёртое приложение также связано со спортом и здоровьем. И называется оно Sworkid. На приложении есть куча клёвых и эффективных спортивных упражнений. Кстати, приложение Sworkid есть как для взрослых, так и для детей. По-моему, это очень круто. Следующее, пятое приложение называется PixArt. Наверняка, ну, очень много народа, особенно блогеры, которые сами хотят делать себе обложки и шапки для каналов, сталкивались с такой проблемой, что какие-то клёвые фотошопы надо покупать или же как-то устанавливать. И всё это очень долго, нудно. И, ну, я сама с этим сталкивалась, и меня это всё бесило, и я всё к чёрту удаляла. Вот в PixArt есть масса крутых возможностей, как и в профи-фоторедакторах. Шестое приложение – это тоже фоторедактор Avatar. Вам можно очень круто изменить цветовую гамму вашей фотографии. И вот я уже пробовала пользоваться этим приложением, когда изменила фотку пляжа. Ну, песок был таким не слишком жёлтым, море было, ну, таким, знаете, неживым. А когда я воспользовалась этим приложением, ну, просто фотка кардинально изменилась. Следующее же приложение – Lomotiv. В принципе, приложение это довольно известно, и многие им пользуются. На самом деле, использовать как видеоредактор для блогеров, ну, я вам не советую, потому что длина видео может быть всего лишь 30 секунд, и там нет таких возможностей, как в том же iMovie. Это приложение я использую чисто для Инстаграма, то есть, когда мне нужно наложить какую-то музычку, допустим, когда я прыгаю на батутах в батутном центре, или ещё на что-то. Потому что на айфонах, чтобы наложить музыку, нужно её сначала купить в iTunes Story. Ну, что, по крайней мере, для меня не очень удобно, если я всего-то один раз воспользуюсь этой музыкой. Следующее, восьмое приложение, ну, так скажем, не самое законное, ну, это образно, конечно же, оно законное, но тем не менее. Приложение называется GDZ – «Готовые домашние задания». Об этом приложении я узнала в начале пятого класса, мне об этом рассказала моя подруга. Да, я думаю, что все и так поняли, в чём там суть. Там есть очень много учебников, готовые домашние задания, но, ребят, будьте осторожны с этим приложением, потому что мне пару раз попались неправильные ответы. Этим приложением я в последнее время, ну, то есть, в учебный год, в пятом классе я стала пользоваться к концу учебного года крайне редко, потому что, ну, я поняла, что, окей, я сделаю лучше что-то неправильно, но мне объяснит кто-то, мама, папа или тот же учитель. Но когда прям настолько ужасно всё и прям, господи, помилуй, конечно, можно воспользоваться этим приложением. Но злоупотреблять я не советую, потому что рано или поздно всё тайное становится явным. Следующее приложение, а то есть, девятое, стало настолько популярным, что, наверное, даже что-то объяснять нет смысла, но всё же я расскажу, потому что многие не знают об этом приложении или не знают, как им пользоваться, возможно. Приложение называется Шазам. Сейчас такие все, у меня есть это приложение, но, тем не менее, я всё равно расскажу. Так, давайте представим такую ситуацию. Вы ходите по магазину, а в магазинах сейчас очень часто играет разная клёвая музычка, но вы не знаете название, она вам очень-очень сильно понравилась. Вы заходите в это приложение. Кстати, если у вас нет интернета, вы всё равно можете шазамнуть эту мелодию, которая вам понравилась, и когда у вас появится интернет на телефоне, вы подключитесь к Wi-Fi или включите мобильный интернет, Шазам вам отправит эту музычку. Но если у вас есть интернет, то Шазам вам её отправит прямо вот тут, прямо, да. Вот, это очень-очень удобно. Я сама настолько много пользуюсь Шазамом. Наверное, это один из моих самых прям фаворитов-фаворитов на сегодняшний день. Но тоже, к сожалению, моё видео подходит к концу. Я хочу вам рассказать о последнем, десятом приложении. Это приложение называется Твое время. Суть этого приложения в том, что вот у вас есть календарь, вы можете записывать туда какие-то свои дела. Я согласна, можно найти альтернативу, а то есть обычный календарь на вашем телефоне, туда тоже, если вы не знали, можно заносить планы и дела. Но как-то в твоём времени, ну, мне как-то лично больше по душе именно в этом приложении заносить свои какие-то дела. Да, сейчас многие скажут, что, ну, блин, у меня есть ежедневник, поэтому оно мне не нужно. На самом деле, когда я установила это приложение, я тоже так думала, ну, блин. Ну, нет, на самом деле я кардинально поменяла своё мнение. Вот давайте опять же представим ситуацию. Вы уехали куда-нибудь, не важно на сколько дней, планы у вас могут хоть сейчас появиться, да, но ежедневник решили с собой не брать. Ну, мол, всё вспомнил, всё потом запишу. Да, но когда вы приезжаете через парочку дней, вы уже думаете, так, а в какой день я делал это дело? Так, а это в какой? И это не очень удобно. Поэтому вы заходите в твоё время, заносите всё это, как делаю я, и уже потом, возможно, через несколько дней или хоть через пару часов, потому что у меня все мои планы и дела, особенно в последний месяц лета, улетучиваются вот так, переносите всё в свой бумажный ежедневник. Ну, и знаете, вот лично я ежедневник не ношу с собой в школу, потому что, не знаю, я всегда боюсь, что с ним что-то случится. Ну, и как бы рюкзачки у нас и так с вами не из лёгких, я могу сказать, с кучей учебников и тетрадей, а телефон всегда при вас, всегда вы можете что-то в него занести, поэтому приложение «Твоё время» — это прям вот лично для меня спасение, потому что у меня бывали такие ситуации, что, ну вот, допустим, ну, что-то мне сегодня уже лень заносить в свой бумажный ежедневник то, что я сделала, допустим, вчера, сегодня, и через дня три я вспоминаю «Блин, а в какой день я убиралась на столе?» Ещё что-то, поэтому действительно очень всё удобно и круто. Итак, вот моё видео подошло к концу. На самом деле, я очень расстроена, потому что прям у меня сегодня прилив адреналина случился, и я прям захотела снимать видосик такой. Вообще, на самом деле, я очень сильно люблю монтаж видео, которые я снимаю прям с желанием, прям вот с особенным. Что ж, ребят, я надеюсь, что моё видео вам понравилось, если это действительно так, то ставьте ваши царские пальцы вверх. Если вам оно не понравилось, то не ставьте дизлайк, потому что вам от этого лучше не станет. Ну, а я чуть-чуть расстроюсь. Ну, а если сейчас какие-то злостные люди подумали, так, надо, чтобы она расстроилась, поставьте дизлайк. Come on, ребят, нет. Я к критике отношусь совершенно спокойно, но критика, она должна быть критикой. Вот, так что да. От вашего дизлайка мне не станет хуже, поверьте мне. Просто, ну, если вы поставите лайк, то я стану ещё более счастливым человеком, да. Пишите ваши комментарии, пишите, какие видео вы ещё хотите видеть на моём канале, и обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что подписаться вы всегда успеете, а вот подписаться не всегда. Замечательно. Также обязательно нажимайте на колокольчик, если вы уже подписались на мой канал, чтобы узнавать сразу о моих видео, а не потом, через две недели. И если вам действительно нравится моё творчество, а я надеюсь, оно вам нравится, рассказывайте о моём канале друзьям. Я вам буду очень благодарна и прям зацелую вас. Кстати, ребят, маленькое такое объявление. На самом деле, ещё до моего отъезда в Анапу, отъезда на отдых, я засняла видео о хейтерах, что я вообще об этом обо всём думала, но у меня такая проблема небольшая, что я вот думаю, уже несколько дней подряд, а стоит ли выкладывать, или всё-таки нет. Просто я там не загорела, и как бы... Ну, вообще, пишите, стоит выкладывать или нет, я ещё, конечно, сама над этим подумала, но, тем не менее, прислушаюсь к вашему мнению, к вашим советам и так далее. Что ж, ребят, креативьте, будьте позитивными людьми, да, ешьте мне ещё мясо, потому что мясо очень вредное, чтобы кто-то мне говорил. Также подписывайтесь на меня в соцсетях, потому что мне будет очень приятно, я буду вас закидывать крутыми фоточками. Все ссылки на все мои соцсети, в которых я есть, есть в описании к видео, в описании к каналу, вы всегда можете найти и подписаться. Также подписывайтесь в инстаграме на мою маму, у неё там различные совершенно посты на разные темы, на тему веганства, на тему животных, да. Так что всё, до скорых встреч на моём канале, я побежала монтировать это видео, ну а пока, пока! У-у-у-у-у! Сколько, вот сколько, сколько было помех съёмки этому видео! Я сняла! Кстати, ребят, возможно, на моём канале выйдет также вторая часть этого видео, так что ждите. И да, если вы хотите побольше узнать о приложениях на моём телефоне в целом, то также пишите об этом в комментариях.